Если вы станете в состоянии творить из целостности, а не из нужды, то сможете добиваться гораздо больших результатов в реальности. Мысленно представьте то, чего хотите, и впитайте чувство, что ваше желание уже осуществилось. И так вы начнете впускать это в свою жизнь. Если достаточно людей начнут это делать, то, уверяю вас, мы трансформируем эту планету. Вибрация вашего тела и мозга определяет то, что вы притягиваете. Хочешь быть счастлив? Занимайся жизнью, а не только бизнесом. Привет, это Эван Кармайкл, и этот канал был создан, чтобы помочь вам преодолеть препятствия номер один в жизни. Недостаток веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, внутри вас есть нечто большее, талант уровня Майкла Джордана. И сегодня мы будем учиться жить жизнью вашей мечты и узнаем, как реализовать то, чего вы хотите от жизни. И правило номер один от доктора Джо Диспенза. Твори из целостности. Наука демистифицирует мистику. Если вы сможете соединить квантовую физику с нейронаукой, нейроэндокринологией, психонейроиммунологией, эпигенетикой, то все эти вещи укажут вам на возможности. Если вы говорите о религии, культуре, традициях, духовности, то я заметил, что это разобщает аудиторию, в то время как наука создает сообщество. Люди приходят к этому по самым разным причинам. Но за последний год я понял, что по-настоящему люди хотят именно целостности. Потому что если нам чего-то хочется, значит нам чего-то не достает. Значит мы пребываем в состоянии разделенности. Когда мы начали экспериментировать с различными научными методами измерений, то мы стали замечать, что если человек каким-то образом соединяется с чем-то большим, то это воздействует на его нервную систему. Побочный эффект от этого – внутреннее ощущение целостности, обновление, даже благословение в момент этого соединения, так что для него не представляется возможным хотеть чего-то еще. То есть как ты можешь хотеть чего-то еще, если ты и так целостен? Мы обнаружили, что в состоянии такой сердечной внутренней гармонии, человеку гораздо проще управлять состоянием своего ума. У нас есть данные, которые говорят о том, что можно болеть, но делать это. Можно не есть мясо и делать это. Можно есть мясо и делать это. Можно быть богатым или бедным, худым или полным. Все это не имеет отношения к делу. Когда ты обрел этот навык саморегуляции и способность испытывать состояние целостности, так, что ты стал в состоянии творить из целостности, а не нужды, что ты можешь добиваться гораздо больших результатов в реальности. Мы пришли от сингулярности к пониманию того, что когда ты пребываешь в единстве, когда соединен с источником, то не возникает разделенности между причиной и результатом. Ваши мысли создают опыт, когда вы пребываете в единстве. Но мы крайне углубились в плотность материи и совершенно отделились от источника. Сейчас причины и результат отделены друг от друга временем, и мы сейчас здесь, чтобы доказать самим себе, что Божественный Дух живет в нас. Так почему бы не попробовать сократить время или интервал между причиной, мыслью и эффектом, опытом? И когда ты начнешь замечать, что причиной появления чего-то в твоей жизни являешься ты сам, то ты станешь более добрым, более заботливым, более любящим, более осознанным, потому что почувствуешь себя более цельным. Правило номер два от Боба Проктора. Выбери свою чистоту. Существует первичный закон под названием закон вибрации, и он заставляет двигаться все в нашей Вселенной без исключения. Движется даже тело, лежащее в гробу. Вероятно, вы думаете, что этот дедуля что-то курит. Но, послушайте, если бы тело в гробу не двигалось, как бы оно могло обратиться в прах? Все в этом мире движется, все вибрирует, все. О, мы живем в океане движения. Возьмите микроскоп и взгляните на сплошную стену. Она вовсе не сплошная, она лишь кажется таковой. Вы увидите, что стена движется прямо у вас на глазах, что частички энергии пребывают в танце вибрации. Таков закон вибрации. Он заставляет двигаться все без исключения. Мы буквально живем в океане движения. Физический инструмент, в котором мы обитаем и который называем нашим телом, имеет молекулярную структуру и обладает довольно быстрой скоростью вибрации. Наш мозг – электронная коммунитационная станция. И когда мы активируем мозговые клетки, мы меняем вибрацию в разных частях тела. Я не могу поднять руку или ногу без соответствующего сигнала мозга. То есть мозг активирует работу клеток тела. Он настраивает определенную вибрацию в теле. И вибрация вашего тела и мозга определяет то, что вы притягиваете. Потому что когда вы задаете вибрацию, то вы задаете и определенную частоту. И именно это вы делаете, когда ставите цель. Большинство людей ставят себе цель и ждут, пока она реализуется. Да никогда она не реализуется. Вы должны настроить себя, что она уже реализовалась. Вы должны увидеть эту картину в своей голове. Тогда ментально все уже случится. Случится, потому что эта идея существует в моем сознании. Если бы ее не было в моем сознании, я бы не смог о ней говорить. Даже то, что я могу говорить о ней, значит, что я уже воспринял эту идею. Но затем я должен вовлечься в нее. Эмоционально. И вот я вовлекся эмоционально, вовлекся интеллектуально. Теперь лишь время отделяет меня от ее материального воплощения. Как происходит это воплощение? Ты получаешь все, что требуется для того, чтобы твоя цель могла осуществиться. Ты получаешь энергию, которая необходима для итогового результата. А делаешь ты это интеллектуально и эмоционально, оставаясь на частоте вибраций того, чего ты хочешь. Ты смотришь на это как на уже осуществленный результат. Это помогает вам поддерживать себя на определенной частоте, а частота уже определяет то, что вы притягиваете. Ты притягиваешь лишь то, что гармонично твоим вибрациям. Если вы создали себе образ, что не можете чего-то достичь, то вы задали соответствующую вибрацию, и вы этого не достигнете. Но если вы видите, если представляете, как это вам приходит, если знаете, что это лишь вопрос времени, то это обязательно реализуется в вашей жизни. Так что вы берете контроль над своими вибрациями. Вибрации задают частоту, и вы настраиваете себя на частоту, соответствующую вашим желаниям. Предположим, я хочу иметь много денег. Самый простой пример. Вот много денег. Относительно вот этой сотни. Тут одна сотня, а тут сотня сотен. Так что все познается в сравнении. Само по себе многое – это ничто. И если я хочу привлечь в свою жизнь много денег, я должен видеть себя с этими деньгами. Я должен ментально принять, что они уже у меня есть. Я не должен позволять своему счету в банке диктовать мою реальность. Я делаю выбор. И я выбираю видеть, что мое желание уже реализовано, и задаю себе частоту. Главная сложность – оставаться на этой частоте. Большинство людей смотрят на результаты и предоставляют результату задавать частоту. Поэтому их результат не меняется. Скажем, вот вы создали образ в своем уме, вы уже достигли цели, достигли успеха, и вот кто-то вам говорит. Но вы не достигли этого результата. В своем уме я достиг. Но этот человек не видит мой настрой. Он смотрит лишь на мой текущий результат. И через какое-то время я начинаю себе говорить. Но вообще-то он прав. Результата-то я не достиг. Видите, почему мы продолжаем получать такие низкие результаты? Вы должны видеть себя достигшими желаемого результата, поддерживать эту картинку в своем уме, знать, что этот результат придет, и так вы сможете привлечь все, что вам необходимо. Ничто не создается и не разрушается. Здесь все уже есть. Если что-то не вибрирует в одной частоте, значит, вибрирует на другой. И мы должны вибрировать на частоте своих желаний. Правило номер три от доктора Уэйна Дайера. Задействуй воображение. Базовая вещь, которую я узнал от Невилла, и вообще многое, о чем я сейчас рассказываю, я знаю от него. Невилла Годдорода. Он говорил, что все уже есть в нас. В нас есть потрясающая способность манифестировать и привлекать в свою жизнь все, чего мы хотим. Но как это делать? Какие слова использовать? В фильме «Секрет» говорится, ты получаешь то, чего хочешь, то, чего тебе не хватает. Но то, что говорил Невилл, то, что я узнал из Откровений Сен-Джермена и даже из Нового Завета, везде красной нитью проходит то, что я привлекаю в свою жизнь то, чем являюсь сам, а не то, чего хочу. Я способен привлечь в свою жизнь все, что способен привлечь источник. И в этом разница. Ты привлекаешь то, чем являюсь, а не то, чего хочешь. Так что тебе нужно стать самому. Ты не можешь просто ходить и просить божественных созданий, ангелов, или как вам приятнее их называть, которые всегда нас окружают. Всегда. Но ты не можешь все время просить вытащить тебя. Ты должен стать подобен им. Когда ты раскроешь свою ангельскую природу, когда сам станешь божественным созданием, когда начнешь отдавать, начнешь служить, когда сам окажешься в их роли, они придут к тебе. Именно это произошло с тобой в Индии, когда ты начала видеть себя во всем. Это именно то, чему учит нас Дао. Там это называется изначальной природой. И изначальная природа предполагает почтение ко всему живому, незлобливость, доброту и служение другим. Вот чему учил Лао Цзи за пять столетий до рождения Христа, говоря, что такова наша изначальная природа, почтение ко всему живому, мягкость, доброта, служение другим. И когда ты придешь к тому, что в тебе не останется осуждения ни к кому из детей Божьих, то есть никакого осуждения, никакой критики никому из людей, даже к Усама бен Ладену. И если большинство из нас воспримут это послание, такой я вижу свою миссию, учить людей, что они есть любовь, что они божественны. Подумайте про себя. Я есть добро, я есть счастье, я есть целостность и наполненность. Даже если ваши чувства говорят вам, что вы подавлены. Как перед записью интервью один из ваших сотрудников спросил меня, что же, если я чувствую себя подавленным, мне нужно обманывать самого себя и говорить, что все хорошо? Ты можешь выбрать другую мысль. Безусловно. Не надо говорить, я подавлен. Потому что если ты говоришь, я подавлен, ты подключаешься к депрессии, и вселенная, Бог, называйте, как вам больше нравится, сделает все, чтобы соединить вас с депрессией. Именно. С еще большей депрессией. Я несчастлив, я подавлен. Мысленно представьте то, чего хотите, и впитайте чувство, что ваше желание уже осуществилось. И так вы начнете впускать это в свою жизнь. Если достаточно людей начнут это делать, мы трансформируем эту планету. Уверяю вас, это реально. Правило номер четыре от Марис Эпир. Имей видение. 80% из тех, кто завел журнал или доску визуализации, однозначно скажут, это меня изменило. Я рассказывала о своей доске визуализации. Она висит у меня над кроватью. Я хотела выйти замуж, хотела поехать в Африку, и теперь здесь вы можете увидеть фотографии с моей свадьбы и фотографию из Африки, где я держу львенка. Он вырос в семье с людьми, и это просто невероятно. Я осуществила свои мечты. У меня было видение. Я представляла, я выхожу замуж, я еду на сафари. У вас не может быть видения без идеи его реализации, потому что то, чего хотите вы, хочет вас. То, к чему движетесь вы, движется к вам. Если у вас есть видение, мечта или желание внутри, вытащите его наружу, сделайте его наглядным и прикасайтесь к этим страницам. Читайте о нем, и вы его осуществите. Когда вы можете смотреть на свое видение, делать пометки, менять, миксовать, то это перестает быть мечтой. Вы начинаете его воплощать. Ваш потенциал расширяется по мере приближения к вашему желанию. Это расширит рамки вашего потенциала. Когда вы на уровне ума перемещаетесь в новое измерение, то вы уже не откатитесь назад. Никогда не пишите, я мечтаю, мне бы хотелось, только я уже, я делаю, я могу, я всегда, я всегда тренируюсь. Я могу внедрить тренировки в мою жизнь. У меня отличная фигура. Я всегда выбираю здоровую еду. Я могу найти здоровую пищу везде, где бы ни оказалось. Я человек, который ставит в приоритет здоровое питание. Я могу, я делаю, я являюсь, я всегда. Вдохновляйте свой ум, говорите себе слова восхищения, настраивайте себя потрясающими образами. Это моя папка видения. Такая папка или журнал также помогают вам начать действовать. Если каждый день вы смотрите на фотографии людей, которые занимаются йогой или едят фрукты, то вы скажете себе, так, пора перестать смотреть и начать делать то же самое. Если вы смотрите, как кто-то работает из дома, общается с людьми, следит за своим телом, катается на лошади, ходит в горы, готовит салаты. Если вы часто смотрите на такие фотографии, то вдохновляетесь на действие. Это мотивирует вас, вдохновляет, наполняет ваш ум тем, чего вам хочется, вашими желаниями, вашей страстью, и заставляет вас создавать новые условия. Программирует вас, побуждает идти за своими желаниями. И не доводите свой журнал до совершенства. Пусть все будет просто. Правило номер пять от Опры Уинфри. Поймай вибрацию. Я очень мощный манифестатор. Вы должны поймать нужную вибрацию. Нельзя быть ниже или выше. Это, к слову, о негативной и позитивной энергии. Чтобы притянуть к себе то, что вы хотите, нельзя хотеть этого чрезмерно, сильно боясь этого не получить. Так, если вы ориентируетесь на меня, как, например, то просто поместите мое фото на доску визуализации и отпустите свое желание. Не надо каждый день думать об этом, как помешанный. Так к вам ничего не придет. Вы должны задать программу, а затем поймать нужную вибрацию и подготовить себя к тому, где хотите оказаться и быть готовым, когда этот шанс вам выпадет. Правило номер шесть от Луиса Хауса. Будь благодарен. Если вы поймали себя на том, что думаете негативно о мире и себе, то вот очень важный момент, который позволит вам многое изменить. Сядьте и вы пишите пять вещей, за которые вы благодарны миру. Для меня это очень важный аспект закона притяжения. Его основа. Вы должны быть благодарны за то, что имеете, чтобы привлекать что-то новое. Есть столько вещей в моей жизни, которые я, по идее, не должен был бы привлечь, потому что у меня не было навыков, не было инструментов, не было образования, не было денег, не было ресурсов. Таких вещей очень много. Но поскольку у меня была основа в виде благодарности, радости, любопытства, эти вещи начали приходить в мою жизнь. И в вашей может быть то же самое, если вы будете исходить из благодарности. Так что подумайте, какие вещи дороги вам в вашей жизни. Это может быть что-то очень простое, как чашка кофе, которую сейчас вы пьете. Это может быть крыша над головой, могут быть ваши друзья и ваше здоровье. Даже сегодняшняя прогулка на природе. Не обязательно быть благодарным лишь за какие-то грандиозные вещи. Я благодарен за маленькие моменты настоящего с людьми, которых люблю. Благодарен за час, проведенный на пляже, за прогулку с друзьями, за глубокую беседу о важных для меня вещах. Эти моменты, происходящие в промежутках между более грандиозными событиями, крайне важны и значительны. Выпишите эти вещи. Подумайте о них. Я встроил эту привычку в ежедневную рутину, и просыпаясь, я всегда думаю об этом. И когда ложусь спать, тоже думаю, за что благодарен сегодня. И это мой способ проживать жизнь максимально насыщенно. Я несовершенен, я допускаю ошибки и порой тоже поддаюсь негативу. Но это то, на чем я стараюсь концентрироваться больше всего. Так что вместо того, чтобы говорить, что вы недостойны, что вы не заслуживаете успеха, попробуйте просто ежедневно смотреть в зеркало. Прошу, просто попробуйте. И говорите себе, я достоин, я заслуживаю результата, который хочу получить. Потому что я не боюсь пробовать. Потому что я настойчив. Потому что я усердно работаю. Потому что я ответственно отношусь к своей работе. Если вы будете делать это ежедневно в течение 30 дней, если сможете внедрить это в свою рутину, я буду счастлив узнать, что вы смогли привлечь, и что смогли реализовать в своей жизни. И правило номер 7, заключительное перед бонусным видео, от Габи Бернстейн. Будь четким. Манифестация – это приобретение опыта в том, что вы хотите чувствовать и погружение, проживание, вера в этот опыт, а затем позволение этому опыту конкретно обосноваться в вашей жизни. Иногда мы осуществляем то, что находится далеко за гранью наших самых смелых мечт. Так что надо помнить, что наше видение может реализоваться гораздо масштабнее, чем мы думали, и важно оставаться открытым. Это как вы думаете, «Хочу макбук Айр». А затем вам приходит макбук чуть больше, чем вы заказывали, или в подарок вам идет еще какой-нибудь классный бонус. Разрешите себе быть открытым чему-то большему. Манифестация – очень творческий процесс, который задействует вашу внутреннюю энергию, позволяет поддерживать высокоэнергетическое состояние и действовать совместно с энергией вокруг. Так ты находишься на высоких вибрациях. Я нахожусь на высоких вибрациях, но мы проделали огромную работу и избавились от внутреннего мусора. Сегодня мы верим в себя, и эта вера в себя привлекла нас друг к другу и соединена в этом пространстве сегодня, где мы можем вместе учить и творить. Если бы я не выполнила часть своей работы, не смогла бы поверить в себя, я бы никогда не оказалась на Мари ТВ. Чудеса происходят. Интересная мысль. Мне тоже нравится. И эта синхронистичность, это состояние потока, это позволение, «О, я думала об этом, и вот это пришло». Вот какой жизнь должна быть, когда мы на своем пути. Но наши негативные убеждения, наши страхи, наше сожаление о прошлом, боязнь возможных ошибок в будущем – все эти энергии перекрывают дорогу чудесам, которые сами по себе абсолютно естественны. Первый шаг в манифестации – выражать свои желания очень четко. Если мы четко не знаем, чего хотим, то результат может оказаться довольно непредсказуемым. Вам нужна эта четкость, потому что без нее вы начинаете притягивать в жизнь то, чего на самом деле не хотите. Когда вы ясно сформулировали, чего хотите, то вам нужно выявить свои негативные убеждения, которые ограничивают и блокируют вас. Большинство людей не реализуют свои идеи, потому что не доверяют своим идеям. Смелая идея, которая пришла вам в голову, которая кажется вам такой важной в данный момент, на следующий день покажется вам слишком рискованной, слишком сумасшедшей, неподходящей кому-то вроде вас. Я верю, что решения, которые приходят к вам в моменты храбрости, и есть самые правильные для вас, и вам необходимо действовать сразу, потому что в противном случае вмешивается ваш ум и отговаривает вас делать то, что вам нужно сделать. Сейчас я нахожусь в поиске креативного директора, человека, который отсмотрел бы мой контент, нашел способы его улучшить, занимался бы брендингом и поиском новых возможностей для меня. Мне посоветовал это Марк Дреггер, друг нашего канала и мой близкий друг. Он помогал записывать мне самое первое видео, именно он предложил начать делать подборку 10 правил успеха. У нас очень долгая история. И именно он сказал, «Эван, тебе необходим креативный директор, креативный директор, бренд-менеджер или генеральный директор, кто-то, кто взял бы на себя ответственность за все творческие решения и помог бы мне перейти на новую ступень в моем деле. То есть задача этого человека – улучшить наше видео». И когда он сказал мне об этом, я немного испугался. Я подумал, как я найду такого человека, и буду ли с ним на одной волне. Я не могу просто пригласить случайного человека на эту роль. Я довольно странный товарищ, и мне важно, чтобы это были долгосрочные отношения. Сколько будет стоить такая работа, и как она впишется в структуру моих расходов, как мы будем разрешать конфликтные ситуации. В общем, все негативные мысли и причины, почему ничего не получится. Но это смелая идея, и мне необходимо попробовать, исследовать, испытать ее. Может, она сработает, может, нет. Но так я буду приучать себя принимать смелые решения, делать то, что меня пугает, делать сложные вещи. Страх – недостаточно веская причина отказаться от действий. Так что, когда к вам приходят идеи, поверьте, что они пришли не просто так. Если к вам пришла идея, и вы подумали, «Ох, мне бы так хотелось это сделать», то лучшее, что вы можете предпринять – это начать действовать сразу же. Потому что, если ты только планируешь, 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 то ты потратишь весь запал своей энергии, застряв в этих планах, вместо того, чтобы взять и начать действовать. Ты поделишься этой идеей со своими друзьями, и они скажут, «Это идиотская затея». Ты уснешь с этими мыслями и проснешься с убеждением, «Да, затея идиотская». И ты упустишь этот импульс. Упустишь момент. Упустишь самое главное, чего не хватает в твоей жизни. Она сидит рядом, пока я записываю видео. Именно этого вам не хватает. Вы гении, к вам приходят отличные идеи, потрясающие, но вы упускаете момент. Потому что, когда к вам приходит идея, вы медлите, и в итоге начинаете себя убеждать, почему вы не можете этого сделать. Итак, как же придумать идею и начать действовать? Вот мое трехшаговое руководство. Шаг номер один. Отправьтесь на прогулку или примите душ. Сделайте то, что наполнит вас энергией, что вдохновит вас и вернет к себе. Если вы постоянно торчите возле телефона и целыми днями пребываете в состоянии стресса, то не стоит ждать творческих идей. Как идеи приходят ко мне? Ко мне идеи приходят, когда я еду за рулем, когда принимаю душ, когда гуляю. Я не медитирую, поэтому медитация не мой вариант. Но в целом все это свободный отдел времени. Выдается ли у вас на неделе время, когда вы можете открыться самим себе и разрешить себе просто поразмышлять и пофантазировать? Все, кто меня смотрит, думаю, все-таки умеют находить время для того, чтобы хотя бы спокойно принять душ. Надеюсь, хотя бы на душ время у всех находится. Итак, когда вы поняли, где к вам чаще приходят идеи, начните посвящать этому больше времени. Вместо пятиминутного душа посвятите этому 15 минут. Может, к вам придет больше идей. Проведите чуть больше времени за занятием, которое разжигает вашу креативность. Это шаг номер один. Шаг номер два. Не критикуйте идеи, которые к вам пришли. На этом сыпется большинство людей. К вам пришла идея, и вот вы начинаете рассуждать. Я не могу этого делать. Я недостаточно хорош. У меня нет денег, нет связи, нет образования. Я недостаточно высок, недостаточно красив, недостаточно умен и так далее. Парни вроде меня ничего такого не делают. То есть все эти мысли, почему вам не удастся? Вы говорите, что у вас ничего не получится, даже не попробовав. Не осуждайте ни себя, ни идею. Поверьте, что идея пришла к вам не случайно. Почему я внезапно в душе или на прогулке могу подумать о каком-то человеке? Возможно, я встретил его вчера, возможно, мы не виделись три года. Почему я вдруг вспомнил о нем? Не знаю. У итальянцев есть такое выражение, бо. Что значит? Я не знаю. Итак, я верю, что идеи приходят не случайно, что на то есть причины и нужно с этим что-то сделать. Если в душе я внезапно вспомнил о человеке, то я выйду и напишу этому человеку сразу же. Причем начав с крайне странной фразы. Сегодня, принимая душ, уж я вдруг о тебе вспомнил. А затем расскажу, что хотел. И никогда это не выходило мне боком. Иногда это приводит меня к новым возможностям, иногда приводит ни к чему. Но как идея пришла, сделай с ней что-нибудь. Идея действия. Идея действия. Перестань критиковать идею и убеждать себя, что ты ничего не можешь. И шаг номер три, сразу принимайся за дело, пока не пропал запал. Потому что запал, импульс, это именно то, чего больше всего вам не хватает. Вы гениальны, вы прекрасные предприниматели, у вас тона потенциала. Сару Блейкли внезапно озарила идея создать Спанкс, которая сделала ее миллиардером, в то время как окружающие считали ее сумасшедшей. И я уверен, что у вас тоже есть подобные идеи. Разница между ней и вами лишь в запале. Она начала действовать, начала разрабатывать, она приняла возможность отказов, приняла свой страх и сказала, я обязана попробовать. Как только к вам пришла идея, в души, на прогулке, за рулем, как только это произошло, не позволяйте себе упустить момент. Момент храбрости, момент вдохновения, прилив сил. Момент, я способен на это. Когда вы это почувствовали, не позволяйте себе упустить момент, ничего не предприняв. Действуйте сразу же, каждый раз. Возможно, это приведет вас к чему-то грандиозному, возможно, через несколько дней вы разочаруетесь. Это не страшно. Главное, в этот момент, начинайте действовать. Больше никаких отговорок, никаких фраз о том, что вы неудачник, и вы не справитесь. Докажите себе, что вы все сможете. Однажды я услышала определение здоровья, которое мне очень понравилось. Там говорилось, что хорошее здоровье предполагает отсутствие усталости, хороший аппетит, легкое засыпание и пробуждение, хорошую память и хорошее чувство юмора, ясность в мыслях и действиях, честность, скромность, благодарность и любовь. А насколько здоровы вы? Я никого не исцеляю. Я помогаю людям понять, как их мысленные шаблоны создают опыт их реальной жизни. Весь опыт, хороший опыт и так называемый негативный опыт. и так же, как те же самые мысленные шаблоны создают легкость или болезнь в теле. Мы не хотим болеть, но нам так же необходимо каждое заболевание, которое у нас есть. Таким способом тело говорит нам, что мы живем с какими-то неверными убеждениями. Тело говорит нам, что мы сбились с пути и должны изменить наш образ мышления. Каждое заболевание это урок, который нам необходимо усвоить. Пожалуйста, не жалуйтесь. Я хочу избавиться от этого состояния. Это не позволит обрести вам необходимое исцеление и не позволит усвоить урок, усвоить который вам необходимо. Это не время для осуждения или внушения себе чувства вины. Просто подумайте, что вам необходимо отпустить. Это время для исцеления и возвращения нашего тела и нашей жизни к целостности. Я знаю, что внутри вас есть все, чтобы сделать это. Как только мы начнем понимать этот процесс, мы сможем обрести осознанный контроль над изменениями, которые хотим совершить в жизни. Это потрясающий процесс, и он является одним из самых важных приключений в нашей жизни. Я верю, что в каждом из нас есть центр мудрости, и когда мы готовы произвести положительные изменения, мы начинаем притягивать то, что нам необходимо. Что-то внутри вас уже щелкнуло, и процесс исцеления уже начался. Скажите себе, я уже запустил процесс исцеления. Тело, так же, как и все в нашей жизни, является отражением наших мыслей и убеждений. Тело всегда говорит с нами. Только найдите время к нему прислушаться. Каждая клеточка откликается на каждую пришедшую к вам мысль и каждое произнесенное вами слово. Привычный режим мыслительного и разговорного процесса задает модель поведения и состояние тела, состояние легкости или тяжести. Человек с постоянно хмурым лицом задает своему телу такое состояние непосредством радостных и светлых мыслей. Лица и тела пожилых людей четко отражают их многолетний внутренний диалог. А как вы будете выглядеть когда составитесь. Я убеждена что это наше право по рождению быть совершенно здоровым и наполненным в каждый момент нашей жизни. Сделайте приятный глубокий вдох и если можете позвольте себе принять удобную расслабленную позу. Позвольте этим идеям наполнить вас. Вы сможете принять только те идеи которые для вас верны. Не имеет значения смогли ли вы понять все озвученные идеи или имеют ли они для вас смысл в настоящий момент. Подсознание услышит и запишет то что вам необходимо. Я верю что все заболевания творим мы сами. Не в том смысле что говорим я хочу такое заболевание а в том что создаем психологическую атмосферу в которой это расстройство может разрастаться и расцветать. Наш внутренний ментальный диалог воздействует на каждую клеточку тела. Недавно я слышала как один врач сказал если хирург оперирует пациента не пытаясь помочь ему обнаружить и устранить причину заболевания то все что делает врач это продлевает жизнь пациента до тех пор пока пациент не создаст себе новое заболевание так что нам необходимо делать больше чем просто бороться с симптомами нам нужно устранить причину заболевания а для этого нам необходимо погрузиться в себя туда где процесс заболевания зародился я я убеждена что каждый из нас ответственен за каждый опыт который он переживает как хороший так и плохой мы все создаем свой опыт посредством мыслей которые обдумываем и слов которые произносим вселенная полностью поддерживает наш внутренний диалог наше подсознание принимает за истину все во что бы вы не выбрали верить будь то позитивные или негативные убеждения то что я выбираю думать о себе и о жизни становится правдой для меня а то что вы выбираете думать о себе и о жизни станет правдой для вас друзья если вам понравилось это видео то вы возможно захотите посмотреть и другие видео об успешных людях подписывайтесь на канал и вы увидите то что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и оставляйте свои комментарии внизу субтитры и субтитры субтитры